Всем приветики! Сегодня вышло обновление интерфейса Твича, и я хотел бы вам его показать. Когда-то Твичи выглядело вот так. Сверху была панель, на которой были видны ваши ссылки, видеоматериалы, клипы, фолловеры, отслеживаемые. Ваш ник. Нажимая на ваш ник, вылазила такая небольшая рамка с вашей картинкой. Просмотры были видны. Теперь же ваш ник снизу. Нажимая на него «Не вылезает рамка», открывается ваша главная страница. То есть вот так. Вот такая рамка раньше вылазила сверху, теперь она стала побольше. И теперь это ваша главная страница, на которой находятся последние трансляции и категории последние. Также исчезли просмотры канала. Раньше можно было видеть, сколько раз просмотрели канал. У меня вот недавно исполнилось 10 тысяч просмотров. Сейчас этого уже не видно, и я даже не знаю, где это посмотреть. Добавилась также панель описания. То есть вот такая панелька с информацией о вас, которую вы сами написали, и ссылками, которые вы тоже сами добавили. Для этого нужно перейти в настройки. В настройках канала видеоматериала. И здесь вы можете выбрать изображение. Изначально это был вот такой вот фон. И когда он выбран, то у вас, получается, ваш ник идет вокруг всего вашего профиля. Может быть так даже и прикольнее, но я решил выбрать картинку. Тогда исчезает ник, появляется картинка, и вот такая вот рамка, которую вы тоже выбираете. Это все настраивается, и вот выглядит таким вот образом. Мне кажется так, ну лично мне кажется, что так получше. Также вот ссылки, которые вы можете добавить. И цвет рамки, вот он здесь выбирается. И описание, которое вы пишете вот здесь. То есть оно появляется в этой рамочке. Фолловеры уже не кликабельны. Раньше можно было посмотреть ваших фолловеров. Теперь это делать уже нельзя именно на самой странице. Это делается здесь в настройках. То есть вам нужно дойти до самого конца, и там будут фолловеры. То есть вот они, в самом конце список фолловеров. И то они не работают. Даже если я вот нажму на Flay Alone, это не отобразится его профиль, потому что ссылка неправильная, нужно ее подредактировать, удалить лишнее. Но я думаю, может быть со временем они это пофиксят. И вот профиль человека. Изначально он как бы не дает неправильную ссылку Twitch. Также появилось возможно добавить график. График ваших трансляций. И он будет отображаться в расписании. Вот видна завершенная трансляция. А так будет запланированная трансляция. И каждый будет ее видеть в своем часовом диапазоне. То есть если вы планируете начать ее, например, в 18 часов, а у кого-то ваши 18 часов, это в его регионе 15 часов, то ему покажет 15 часов. Ну то есть удобно. Но неудобно то, что фоллоеров так далеко спрятали. И как будто это такая прям сверхсекретная информация, которая должна быть введена только автору канала. Мне кажется, это как-то странно. Ну и теперь все так вот. Все ссылки ваши теперь находятся при нажатии на ваш ник в такой вот панельке. А на вашей странице вы видите только саму трансляцию и, собственно, панели и описание. Видео, как раньше, фолловеры, все это пропало. Клип и все, теперь это все находится во вкладке видео. То есть немножко неудобно сделали. Но, как по мне, раньше было лучше. Также при самой трансляции теперь показывается время. Сколько идет трансляция. Это удобно. Раньше надо было какие-то писать команды в чате, чтобы видеть, сколько времени идет трансляция. Теперь не надо. Она сама трансляция показывает, сколько она длится. И теперь, когда вы в эфире, у вас под ником такая приписка и ник с такой анимацией стал. Здесь такой кружочек крутится. Но вчера я смотрел другого стримера и у него прямо аж такие вот как бы поблескивания такие были оранжевые. Так там мигнет, там мигнет. Ну, я не знаю, от чего это зависит. Может, от крутизны стримера. Вот. В общем-то, такое вот обновление. Вот. Как-то так. На этом все. Всем пока. Пока.